Добрый день, Касай Алиев. Вот сегодня у нас новый ролик. Привет, Алексей, привет. Привет, да, привет. Вот я тебе опять новую картину свою. Ну, не новую, она у меня старая. Ну, поставил для тебя как новую, да. Она, кстати, у меня там в коллекции международного альбома. Пусть туда все, кто хочет, заходит и посмотрит. Правда, там цены такие невероятные, потому что это же не то, что я скорую помощь оказываю, не то, что я обучаю саморегуляции. А это уже то, это совсем другое. Это такой уровень. Ну, хочешь – купишь, не хочешь – не купишь. Это такое дело. Это невынужденная ситуация. А здесь я хотел тебе ответить на вопрос, твой неожиданный. Давай. Вот. Вот я сейчас начал одни ролики изучать, и там именно рассказы о судьбах людей. И будет вот так, что я посмотрел про них где-то за 8-9 месяцев уже заранее. Представляете, вот сегодняшний день, ноябрь, я уже до июля месяца уже все досмотрел, что они выпустят. Это сильный результат? Ну, ну, конечно, конечно, и что? Потому что я себе выбрал свое предназначение, я и поэтому изучаю, как они, как они проходят этап жизни. И из этого я проживаю все. Понял. Поэтому, когда ты ко мне в первый раз, когда мы начали наш маленький сериал делать, ты начал с того, что ты хочешь миллионы, миллиарды зарабатывать, да? Да. И мы тебе стали учить, как снимать блоки, стереотипы, страхи, выходить на дно. Ну, ты хочешь быть бизнесменом, миллиардером. А я не бизнесмен. Кто на что заточен, тот тем и занимается. А я занимаюсь творчеством. Книги пишу, картины. Вот эта картина, кстати, называется «Бабочки». Видишь? Бабочка. И у него бабочка, видишь? А это ручка у него. А это еще одна бабочка, видишь? А это небо. А знаешь, это какое небо? Это небо, когда я был в Китае, когда я готовил Олимпийскую сборную по парусному спорту, у меня осталось впечатление. Там такие крупные бабочки, детали. А это какого года картина? Ну, это давно уже. Это... Я уже и не помню. Это 2000 какого-то... Ну, 2000 какого-то года. Да. Олимпийская, Олимпийская. Ну, не помню я уже. Ну, там написано, да, на картине? Ну, конечно, там написано. Да. Ну, пусть зайдет международный альбом там мой. Там же ты ссылки ставишь, там. Да. Пусть посмотрят, там увидят, что за картина. Да. Ну, ты не трогай мою больную точку. Моя больная точка говорит о живописи, понимаешь? Прости, Хасай. Прости, Хасай. Прости, Хасай. Самое главное. Это сейчас школа. Человек будущего хомо-хомо-хомо. Вот. Почему я такой вопрос задал, да? Вот я сейчас принял для себя решение, чтобы изучить вашу школу. Прям от начала до конца, которая есть на YouTube-канале. Можно изучить? С вашего разрешения. Изучаю. У меня интересная биография, такая необычная, необыкновенная. Потому что я и врач, и психолог, и много чего еще, да? Да. И поэтому, как бы, мультиэффектный человек мне, ну, если у меня главные специальности, главные специальности, я, конечно, разрабатываю метод саморегуляции. Конечно, я врач, конечно, я психолог, понимаешь? Ну, тут вот это очень важно. И вот школа, которая хомо-хомо-хомо-фатурас, человек будущего. Это окно, кстати говоря, в завтрашний день. Потому что я там вдруг обнаруживаю, с твоей помощью, между прочим, и с помощью тех участников, и с помощью тех участников в школе, там такие необыкновенные люди, слушай, удивительное дело, моя мечта начала сбываться. Да ладно? Да, потому что я сейчас смотрю, что они там пишут, что они делают и в чате, и в школе, и вконтакте там в нашей группе, и в фейсбуке в нашей группе, в школе хомофуту, что они там сейчас пишут. И получилось то, что я хотел, понимаешь? Нравится? Они начали делать изобретение такого уровня. То есть эта школа превращается именно в генератор такого творчества, оздоровления и творчества. И такой генератор получается, как такой мозговой интеллект такой, знаешь, коллективный. Коллективный мозговой интеллект, который выдает такие вещи иногда, там слушай. Мы соединяемся просто, да? И они уже сами понимают, о чем. Мы говорим о масштабах, и они улавливают. Слушай, это удивительное дело. Там такие вещи, ну, это просто ни в одной лаборатории мира такого еще не придумали. Объясняю, почему. Объясняю, почему. Потому что у них там нету, значит, обязательств каких-то создать что-то. У них там нету сроков. У них там нету страхов, что они ошибку сделают. У них там нету комплексов. У них там нету стереотипов, авторитетов каких-то, что вот это вот нельзя делать, это можно делать. У них именно свободное мышление. И когда синергируется синергию, это как две половины мозга. Когда человек творит. Отчищайся. Да, 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 да. Там создался генератор творчества. Ты представляешь? Отчищайся автоматически сразу. Ну, слушай, они такие вещи пишут. Я тебе скажу, что многие из них, из участников нашей школы, даже не понимают, что они бесценны. Что они делают такую необыкновенную творческую, интеллектуальную работу. Да. А кого хотите выделить? Да, а кого хотите выделить? Ну, слушай, у меня-то у самого несколько... Наташа. Наташа на первом месте, да? Я понимаю, что это такое. Наташа, какой вклад делает? А Наташа, какой вклад делает? Понимаешь? Наташа, конечно, она мне помогает. Но она книжку свою уже закончила. Да. А можно она покажет себе? Покажи ее, пожалуйста, чтобы ее знали. Это первый человек, который с Хасаем всегда рядом. Да, да, да. Вот. Ну, она стесняется. Она стесняется. Это только на чем... Ну, это белорусский партизан, понимаешь? Писатель Наталья Кузьминская. Она реализовывает себя как писатель. Она реализовывает себя как писатель, но я хочу тебе сказать... А можно... Хасай, Хасай, а можно ей задать предложение? Я знаю, почему. Я знаю, почему. Предложение. Можно? Пусть она будет писательницей первой книги, которую будем выпускать «Историю людей». Пусть первую... Мы ей доверяем, чтобы он запустил первую книгу. А «Историю судьбы людей». А какой «Историю людей»? Которую я запускаю, вот эту... Которую я буду себе записывать ролики... Она тебя давно туда включит, ну что ты не волнуешься. А-а-а, все, все, все. Да что ты, ну что ты, друг мой. Все участники школы «Хомо-Кутурс», которые так творчески участвуют, конечно, там будут. Она и об этом напишет потом. Послушай, я тебе хочу сказать. Я-то сам изобретатель, у меня там ряд изобретений за эти годы сделаны. Да, патенты там и все прочее. Я могу тебе сказать, как эксперт, что в нашей школе человек будущего. Не все даже понимают, что те идеи, которые они там высказывают, просто потрясающие. И там получился мозговой генератор таких достижений обалденных, обалденных. Да-да-да-да. Ну, я так прямо тебе скажу, вот через некоторое время эта школа, когда-то идет в лаборатории мира, потому что я, например, понимаю, вот я не математик, но я математик, потому что я познал, что такое ноль. Это состояние присутствия и отсутствия одновременно. Я познал это через нулевое состояние, состояние эмоциональной бесстрастности, когда выходишь на эту, так сказать, нирвану. Да, ну, я понимаю, что такое ноль, не будучи математиком. Я разговариваю с нашим профессором Полиловым, а он-то математик, он-то технарь, как говорится, он из института машиноведения, вот сейчас он у меня был в гостях, и мы друг друга понимаем. Хотя я, как говорится, лирик, а не физик, да, ну, условно говоря. Но мы друг друга понимаем, потому что мы говорим на одном, глубинном, высоком уровне мира ощущения. А я теперь тебе скажу в завершение. Между тем в мире происходят конфликты. Хочешь, я тебе скажу? Интересно. Между теми людьми, которые стоят повыше, они мыслят более философски. А есть люди, которые пониже стоят, или они в стрессе находятся, или пониже стоят, они мыслят буквально. И вот они все время между собой ссорятся. Они буквально мыслят. Вот кто-то сказал, надо делать вот так, или молитву надо читать вот так, да? Зачем? К примеру, да? К примеру. Или петь надо песню вот так. Вот. А тот другой человек подражает, он буквально все понимает, понимаешь? Да. А этот человек смыслами мыслит. А вот и тот человек, который смыслами мыслит, тоже может заузиться, если в стресс попадет. Стресс мешает людям понимать друг друга. Это последний. Сегодня вообще бомбический был. Это мне... Я всех прошу репост прям максимальный. Это максимальный репост надо показать, касаясь того, что он заслужит этого всего. Ты посмотри, как интересно. Я бывший генеральный директор Центра защиты от стресса Москвы. Я говорю, людям помогает то, что они умеют управлять стрессовым напряжением, а им мешает стресс понимать друг друга. Зачем? Зачем они себя не... В нормальном зрении, да. А почему они не хотят... А почему... Мы там закончим, потому что школа там нас ждет. Да. Что нас ждет? Давай. Если... Давай, Хасай, я... Да, я комментарий попрошу. Если вам нравятся вот такие комментарии, как мы эмоции прям выделяем, да, и мы будем разбирать. Почему люди не понимают друг друга? Да? И прям будем разбирать. Да. Прям покажем сценарий мужчин и женщин. Ну, прям здесь прям прямой трансляции. Какая разница? Ну, какой молодец. Давай, давай, Алексей. Давай. В школу заходи, давай мы там поговорим. Все. Благодарю. Спасибо.